Ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов древнего мира, но сенсацию способны вызвать немногие. От гигантских булав, которые, как полагают, когда-то принадлежали богам, до небесных объектов необычной формы. Вот восемь самых загадочных недавно обнаруженных объектов. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Терракотовая голова В конце 1933 года мексиканский археолог Хосе Гарсия Пайон производил раскопки древнего индейского поселения Калишлахуака в долине Мехико. Под тремя непотревоженными слоями глинобитных полов одного из зданий ему удалось обнаружить несколько погребений ацтекского времени 13-15 века н.э. Среди находок внимания археолога привлек один необычный предмет. Это была голова небольшой терракотовой статуэтки диаметром 2,5 см. Только в 1959 году о находке случайно узнали европейские ученые. Они помогли установить, что терракота из Калишлахуаки относится к хорошо известному типу римских статуэток II века н.э. Открытие в Калишлахуаке знаменательно тем, что перед нами первое бесспорное привозное изделие до Колумбовой эпохи, найденное в Центральной Америке во время научных раскопок, что исключает всякую возможность подлога. Заслуживает внимания и такой любопытный факт. На одной из фресок античного города Помпеи было изображено чисто американское растение – ананас, о котором, как считалось прежде, Европа узнала только после плавания Колумба, то есть не ранее 15 века. Итак, скупые, но вполне достоверные данные позволяют утверждать, что, по крайней мере, один раз предмет римского производства II века н.э. пересек, разумеется, вместе с человеком, Атлантику и очутился на берегах Нового Света в Мексике. Загадочный меч Это оружие было найдено в 1825 году на дне реки Уитам в Линкольншире. Считается, что меч сделан в XIII веке и принадлежал обычному средневековому рыцарю. Он около метра в длину, 96 см, весит он 1 кг. Меч ставит в тупик ученых-историков. 18 загадочных букв, которые выгравированы на центральной канавке – вот символы, будоражащие умы на протяжении почти двух сотен лет. Чтобы решить эту загадку, британская библиотека даже обратилась с призывом ко всем любителям головоломок и исторических тайн. Пока существует несколько версий. Это боевой клич, первые буквы зашифрованного стихотворения или просто набор букв от неграмотного мастера. Есть еще версия, по которой считается, что меч выковали в Германии, поэтому ключ к загадке из букв стоит искать в немецком языке. Музей же придерживается теории от Марка Ван Хассельта, аспиранта средневековых исследований в Университете Утрехта в Нидерландах. Ван Хассельт предполагает, что надпись клинка имеет религиозные связи и имеет отношение к латыни. Это имеет смысл в контексте Европы 13 века, поскольку латынь является международным языком тех лет, как, например, английский на сегодняшний день, написал Ван Хассельт в блоге. При этом он отметил, что основывал свое мнение на подобном стиле надписи на мече, найденном в Нидерландах, а второго артефакта в Берлине. Хаумеа На окраинах Солнечной системы за орбитой Нептуна есть пояс объектов, состоящих из льда и горных пород, среди которых выделяются четыре карликовые планеты – Плутон, Эрида, Макимаки и Хаумеа. Хаумеа вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, которая длится 284 года. В настоящее время карликовая планета находится в 50 раз дальше от Солнца, чем Земля, а оборот вокруг своей оси она совершает за 3,9 часа, что быстрее скорости вращения любого тела размером более 100 км во всей Солнечной системе. Эта скорость вращения сгладила объект, придав Хаумеа форму эллипсоида. Недавно опубликованные данные показывают, что размер Хаумеа по наибольшей оси составляет 2320 км, почти как у Плутона. Но в отличие от него у этой карликовой планеты отсутствует глобальная атмосфера. Одним из самых интересных и неожиданных находок было открытие кольца вокруг Хаумеа. Согласно данным наблюдения, кольцо лежит на экваториальной плоскости карликовой планеты, как и ее самый большой спутник Хияка. Оно находится в резонансе 3 к 1 с Хаумеа. Это означает, что замороженные частицы, составляющие кольцо, вращаются в три раза медленнее вокруг планеты, чем она вокруг своей оси. Существуют различные объяснения формирования кольца. Возможно, оно возникло в результате столкновения с другим объектом или при рассеивании поверхностного материала благодаря высокой скорости вращения планеты. Таинственные кубы Один житель Ковентри, Великобритания, был ошеломлен, когда выловил почти 60 загадочных гравированных кубиков, которые, как считается, связаны с индуистским молитвенным ритуалом. 38-летний Уилл Рид с сыновьями был на магнитной рыбалке на реке Соу 8 мая, когда наткнулся на странный улов. Сначала он подумал, что это просто мусор, но при ближайшем рассмотрении понял, что на каждом кубике выгравированы надписи «Мужчина выложил фото загадочных кубиков в Reddit». Было много всяких вариантов. Кубы действительно захватили воображение людей, сказал Уилл. Один из пользователей написал, что это индуистские кубики с молитвенными заклинаниями, которые действуют, когда их бросают в проточную воду. По словам мужчины, он планирует показать кубики специалистам, чтобы понять, стоят ли они что-нибудь. Кроме того, в реке Уилл Рид нашел серебряную монету и теперь собираются вернуться на рыбалку, чтобы узнать, не скрывается ли в Илле еще какой-нибудь клад. И, конечно, он никому не сообщает, где находится это удивительное место. Гада Гада – жезл, который часто использовали боги. В первую очередь вспоминается индийский бог Хануман, практически ни одно изображение которого не обходится без нее. И везде четко видно, что он всегда готов ей воспользоваться по назначению. Булава также является непременным атрибутом изображения бога Вишну. А в священном индийском городе Варанаси и в других городах страны можно увидеть йогов, вращающих одиночные парные булавы в качестве обязательной ежедневной практики. Также Гада часто используется в Силате. Силат – уникальнейшее боевое искусство, которое олицетворяет собой богатую культуру и традиции народов Юго-Восточной Азии. Оно считается очень древним и начало берет в VI веке, когда Силат применялся в различных битвах. Тогда не было прочных доспехов, а вся экипировка была сделана из тростника, что заставляло быть воина более подвижным, чтобы не умереть. Многие полагают, что в основе Силата лежат древние индийские и китайские боевые искусства, поскольку в свое время происходила миграция этих народов в Юго-Восточную Азию. В мире о Силате стали узнавать только лишь в 80-х годах прошлого века, и на сегодня это боевое искусство считается очень популярным, в том числе и у специальных подразделений. Диски из Волгограда Группа российских исследователей обнаружила более десятка каменных дисков в Волгоградской области. В числе этих дисков есть также один поистине гигант диаметром 4 метра. Исследователи утверждают, что в составе дисков содержится значительный процент вольфрама – металла очень высокой плотности, который применяется в военном производстве. Характер происхождения и назначение дисков при этом остается загадкой. Находка была сделана российской группой «Космопоиск». Охотники за НЛО занимались изучением данного района из-за разного рода мистических явлений, довольно частых в этой местности. Хотя команды ранее уже было обнаружено более дюжины дискообразных камней, недавний исполин диаметром 4 метра является первым в своем роде. Уфологи, исследовавшие диски, сделали смелое заявление об их происхождении, заявив, что их возраст, возможно, составляет примерно миллион лет, и что наиболее вероятно, это были военные дроны – роботы-беспилотники, которые были повреждены в ходе атаки на Марс, после чего упали на Землю. Существует также и обратное мнение. Некоторые скептики считают, что камни созданы не человеком и вообще неразумной жизнью, а являются результатом обычной эрозии, формирующей окружающий ландшафт. Звезда Табби Звезда Табби, также известная как звезда Бояджана или KIC 8462-852, это космический объект, расположенный примерно в полторы тысячи световых годах от Земли. Это одна из самых странных звезд в нашей Вселенной. Что же делают эту звезду такой особенной? Миссия НАСА Кеплер заметила ряд странностей в поведении звезды, главная из которых заключается в том, что звезда демонстрирует огромное падение яркости или потока на целых 22%, но без соответствующих падений инфракрасного излучения, и раньше такого не наблюдалось. Провалы в свечении происходят медленно, хотя некоторые кратковременные провалы также отмечались. Никакие другие звезды, с которыми сталкивались астрономы, так себя не ведут. О звезде Табби опубликовано множество статей, проведено множество наблюдений, но природа ее переменности так и остается загадкой. Существует масса теорий, объясняющих странное поведение звезды, от неисправности оборудования до предположения, что Табби просто умирает и поэтому излучаемый ею свет гаснет. Но самая популярная версия гласит, что вокруг звезды строится некая форма чужеродной мега-структуры. Теория утверждает, что массивная гипотетическая структура будет периодически блокировать большой процент света звезды, и по мере того, как она достраивается с течением времени, количество заблокированного света будет увеличиваться. Тот факт, что свет от этой звезды значительно потускнел за последнее столетие, можно объяснить прогрессом стройки. Кенсингтонский рунический камень Кенсингтонский рунический камень представляет из себя кусок скалы, который был найден около американского города Кенсингтон больше ста лет тому назад. Нанесенные руны говорят о том, что норвежцы побывали на американском континенте еще в 1362 году. Это еще раз доказывает, что вся современная история требует пересмотра. Доказывает то, что викинги побывали в Америке на сто лет ранее Христофора Колумба. В ноябре 1898 года фермер Олаф Оман и его 10-летний сын Эдуард чистили свои угодья от деревьев в Кенсингтоне, штат Миннесота. Именно в тот день они раскопали камень, который пробыл после обнаружения больше двух месяцев в их доме. Когда о камне узнали, то семейство Оманов обвинили в мошенничестве. Критики начали говорить, что язык на камне слишком современный, чтобы им могли пользоваться викинги в 1362 году. Критикуя, они утверждали, что фермер сам вырезал эти нанесения на камни. Однако исследования показали, что камень является подлинным. Надписи на кенсингтонском руническом камне рассказывают о злополучном путешествии 30 богатейших людей, которые приехали в Америку в 1362 году. Увиденное по какой-то причине их разочаровало, и они отправились домой. Если бы их поездка увенчалась успехом, то именно они бы и стали первооткрывателями Америки, а не Калуб, как многие сейчас думают. Но, судя по всему, история путешественников закончилась трагически. На этом все, друзья. Вот такое интересное видео было сегодня, но завтра выходит уже новое. Не пропустите. Пока-пока.